привет в этом видео буду показывать как сделать очень красивые рукава фонарики рукава съемные их можно либо крепить корсету там тоже в видеоуроке я показываю как-то сделать либо одевать отдельно на руки эти рукава то есть их можно использовать и как для свадебного платья и для вечернего но единственное только подбирайте материалы также можно дополнить если у вас есть какое-то платье футляр без ничего к примеру дополняйте его рукавами такими и вообще у вас сразу поменяется полностью образ но единственное опять же учитывайте материалы оттенок чтобы это все красиво гармонично смотрелось и если вы допустим вы хотите сделать на какое-то платье футляр то желательно чтобы у вас у этого платья не было плечевых швов каких-то бретелек то есть чтобы ключицы были вот так вот открытые этот видеоурок вообще я делала в рамках своего онлайн курса о том как шить свадебное платье трансформер в начале видео я вставила коротенькое коротенькое видео этого платья вдруг кто заинтересуется курс можно приобрести немножко расскажу о нем туда входят лекала корсета лекала именно основы корсета то это лекала рассчитана именно на готовые чашки про чашки где брать какие использовать все это я рассказываю с поделилась ссылками где я заказываю обычно чашки также в плане материалов поделилась ссылками на материалы где заказывала дальше в этом курсе в ходе то как все это раскроить раскроить все юбки баски и пошаговая обработка каждого изделия получается в курсе идет корсет рукава на рукава они здесь и в таком доступе поэтому ты тоже самый урок и и в том же курсе ничего нового там нет по рукавам и идет съемная юбка которая в пол с баской и короткая юбка отдельно одевается плюсом вы еще получаете поддержку мою до полной готовности изделия весь курс находится в закрытом канале телеграм поэтому приобретая курс вы попадаете на этот закрытый канал и там если вам что-то непонятно если вы запутались если вы что-то начали делать и что-то там накосячили например и не знаете как это исправить вот как раз таки этот чат создан для этого то есть там я полностью консультирую все что связано с этим изделием и обязательно это чат я также создала для того чтобы вы делились своими работами потому что очень интересно смотреть что у вас получается если вы еще не подписались на мой телеграм-канал на основной то проходите по ссылке в описании в описании к видео и подписывайтесь потому что в этом канале вы первых будете узнавать о скидках на курсы о вообще о том какой новый курс появился или какой курс появится в ближайшее время там в первую очередь я всю информацию выкладываю туда если вы заинтересовались и хотите приобрести курс по свадебному платью трансформер вы также можете пройти по ссылке в описании к видео и приобрести его и там я буду вас ждать и с радостью отвечу на все ваши вопросы вот я выкроила детали рукава это у меня вот пока детали на один рукав такой же комплект я буду креить на второй вот это вот из этой сеточки которые у меня используются в юбке в комплекте она у меня будет в один слой эти низ рукава я скорее всего не буду обрабатывать потому ну я не знаю я посмотрю вообще не планирую я планирую часть перекрыть у меня перекроется кружевами так я буду тоже такой декор ветки накладывать то есть где-то у меня прям цветы немножко перекроют или веточки сейчас посмотрим смотрят я буду вырезать где-то пускай она остается как есть потому что я ее потом ровненького здесь вот подрежу и все и она будет просто ровно вот так вот лежать по руке просто если как-то заворачивать не факт что это будет красиво вы можете делать так как вам больше хочется вот у меня идет такая деталь часть проймы тут срезана все этот срез все она обработается вот эта деталь самого фонарика который у меня будет вот сюда уже пришиваться в пройму который будет драпироваться фонарик я сделала из кружева которая у меня которым я декорирую и накладывала на корсет из него я буду вырезать ветки и выкладывать по низу рукава для обработки я выкроила еще такую же деталь вот которая у меня ну вот этот один который использую в юбке в рукаве и так далее второй слой я сделала для того чтобы у фонарика у меня был обработанный нижний срез то есть я тканью вот этой вот все обработаю и швы спрячу вовнутрь верхний срез у этого фонарика он у меня войдет вот сюда в этот рукав то есть он тоже будет закрыт вот эти срезы и вот эти они тоже все закроются войдут в рукав сейчас будем разбираться буду показывать как это все дело сейчас просто по комплекту разберемся то есть на один рукав если вы выбираете такую же обработку у вас будет одна деталь рукава сама основа и две детали самого фонарика они абсолютно одинаковые эти детали на свое усмотрение либо вы используете одинаковый материал либо как у меня используйте разный и по веткам расположения тоже обратите внимание я везде располагала ветки вот вдоль изделия здесь на фонарике решила сделать поперек ну не показал что так будет интереснее выглядеть когда это все задрапируется что здесь будет красивее лежать и вот этот вот эту сетку я тоже расположила поперек а у самого рукава у меня в длину идет рисунок ну так эксперимент я не думаю что это будет красиво посмотрим в общем я вообще показываю как сшить такой рукав как его сделать а вы уже сами смотрите на свое усмотрение тут у каждого свои эстетические взгляды какие-то поэтому как расположить материал если он у вас идет с рисунком это вы сами уже решаете либо вы решаете у заказчика если вы делаете для кого-то все с комплектом разобрались дальше начинаем все это соединять первым делом нам нужно обработать нижний срез фонарика я беру основную деталь лицевую и кладу лицом наверх вот у меня тут у кружева вышивка располагаться то здесь видно где лицо где изнанка и прикладываю второй слой на лицевую сторону если у вас материал имеет лицо изнанку то вы прикладывать лицо этой ткани к лицу этой ткани у меня нет поэтому я просто приложила любую сторону и прикалываем булавочки по нижнему срезу после того как закрепили все булавками два слоя теперь проложим строчку здесь я буду прокладывать на ширину лапки край лапки я буду вести по краю сгиба чтобы у меня строчка пришла от среза на 0705 миллиметров после того как строчку проложили булавки убираем они нам больше не нужны и выворачиваем на лицевую сторону все слои так все вот у меня строчка по краю если вы шьете такой же тонкий материал когда вы строчите подтягивайте чуть-чуть ткани потому что строчка может стягивать вот выворачиваю и у меня получается вот этот срез обработаны все желательно сразу приутюжить утюгом хорошо вот так вот выправляйте и приутюжите если шьете тонкий материал то убедитесь что утюг у вас ничего не приклеивает дальше совмещаем верхний срез вот самого вот эти детали фонарика совмещаем слои одного слоя и другого немного просто в нескольких местах чтобы у вас эти слои не рассыпались сейчас мы будем обрабатывать верхний срез и будем обрабатывать его уже все мы скололи теперь берем сам рукав основу рукава и я беру верхним срезом вот который идет такой вот ровной линии и я прикладываю так как у меня нет ни лица не изнанки если у вас есть лицо изнанка то вы прикладываете к лицевой стороне фонарика еще скажу да нет изнаночную сторону вот этого материала чтоб когда вы вывернули вот так вот завернете чтобы у вас лицевая сторона вывернулась приложили и также прикалываем не сметываем ну если очень тяжело работать с тонким материалами то сколите сметайте и только потом уже проложите строчку после того как скололи верхний срез прокладываем строчку тоже на ширину лапки строчку проложили булавки убираем и заворачиваем будем выворачивать рукава этот фонарик и за счет этого верхний срез рукава будет обработан вот выворачиваем и заворачиваем рукав вниз вот фонарик вот что должно получиться вот этот верхний срез фонарика и здесь я советую проложить строчку припуск на строчить на рукав вот так вот разворачиваем припуск заворачиваем в сторону рукава и прокладываем строчку вот вот этой строчки на 0102 миллиметра и и и вот как у меня выглядит деталь это фонарик это рукав если у вас также не пугайтесь все-таки должно быть теперь нужно задрапировать либо вы можете проложить строчку и собрать на сборку либо заложить складочками одной крупной или много мелкими заложить вот эту всю ширину которую мы расширяли на моделирование рукава вот в эту ширину которая у нас осталась неизменной в основе рукава я сейчас буду что-то думать пробовать и уже определюсь как как я заложу я заложила по две складки симметричные сначала с одной стороны потом с другой стороны также заложила перепроверяю вот заложить это одно дело главное еще чтобы у нас совпало вот это новая ширина с учетом в которую мы заложили складки вот с этой шириной все у меня все совпадают есть например у вас не совпало если вот этой вот также чуть больше добавьте еще одну мелкую складочку если наоборот меньше то выпустите в общем ориентируйте вот по этой ширине дальше нам нужно заложить вот вот эту ширину которая уже будет входить в шов рукава ну Субтитры сделал DimaTorzok Вот здесь я тоже заложила по две складки Я заложила тоже сначала с одной стороны Вот здесь вот у меня сеточка чуть-чуть подвылазит Я ее подрежу, я ориентируюсь вот по кружеву По кружеву у меня идет вот здесь вот ровная линия Вот это вот, ну что-то я неправильно, ну не то что неправильно Что-то у меня поехало при раскрое Я сколола на одной стороне, потом на другой стороне Проверила симметричность, что у меня Я проложила строчку Если у вас тоже, как у меня, какие-то несостыковки Подрежьте их, чтобы они вам не мешали И будем обрабатывать вот эту линию Линию проймы После того, как все подрезали, выворачиваем обратно рукав И совмещаем уголки Не уголки, совмещаем линию пройма Нам нужно от верхнего среза проложить будет строчку По вот этой вот половинке пройма До вот этого уголка Ну вот, я проложила у себя строчки Вот здесь по пройме с одной стороны и с другой Строчкой постоянной, с закрепками Эта строчка, она нам обрабатывает пройму То есть вот, когда мы вывернем на лицевую сторону Так, я запуталась Вот так вот у нас рукав идет Получается, когда мы выворачиваем У нас вот все срезы Верхний срез и срез проймы Он уже обработанный Вот этот срез, который уже будет соединение рукава Он обработается, когда мы рукав замкнем В круг соединим Но перед тем, как соединять Настрочим сразу декор Я сделала пример рукава Но он еще не готовый Вот, сначала я настрочила декор Потому что это удобнее делать Когда у вас рукав вот так вот В развернутом состоянии Когда он еще не соединен По этому срезу Поэтому сейчас будем заниматься Пришиванием кружевного такого элемента Нашьем цветочки, бусинки В общем, подготовим его для того, чтобы уже полностью сшить